Как здесь уже Иван сказал, основной вопрос – причина минимального присутствия казахстанских картин в личном прокате. Первое – это, я думаю, финансово-экономический кризис. И вопрос не в том, что этот кризис сказывается на бюджетах, которые выделяются на постановки и запуске картин, а в том, что была такая ситуация, когда я во второй уикенд пошел на самый мега-популярный, раз в очень российский фильм «Высоцкий, спасибо, что живой», в самое праймовое время, и в зале сидело, наверное, от силы человек 25-30. Я удивился очень сильно, потом я задумался над тем, что кризис-то ударил не только по государственным деньгам, по частным инвестициям, но еще и по самому зрителю. То есть зритель как бы сейчас уже предпочитает полторы тысячи деньги отдать, может быть, на игрушку ребенку или купить дополнительно себе домой колбасы, как грамм 400. Вторая причина, как мне кажется, и она самая очень значимая и знаковая, это потеря доверия казахстанскому кинематографу, потому что очень вышло много картин, которые сгубили, то есть работали в черную на нашем имидже. Я не говорю, что они вообще отрицательные, дело не в этом, а дело в том, что на данный момент у Казахстана уровень гораздо сильно не дотягивает до голливудского и того же самого российского. И поэтому мы вот сейчас вот, благодаря новой политике, нового президента киностудии «Казахфильм», начали буквально сколько? Для начала три года уже, да, как реформы идут, но это процесс долгий. В любом случае я ставлю на то, что уйдет, может быть, лет 20-30 до того момента, как мы научимся делать уже полноценные кино, которые будут конкурентоспособны. Третья причина, она, может быть, вызовет у вас сейчас массу споров, это высокая себестоимость производства. Ко мне приезжали как-то москвичи, мы с ними разговаривали, они, когда мы вышли с ними, я называю это халтуркой, небольшой ролик, когда мы вышли с ними на съемочную площадку, они удивились цене за съемочный день. Они плакали, смеялись и говорили, что в Москве, в России такого добиться невозможно. То есть цена была, наверное, раз в 5 или в 10 дешевле. Но в то же время, чуть позже я обращу ваше внимание, я разговаривал с успехскими нашими коллегами, и у них удачные и неудачные все фильмы в прокате собирают очень приличные деньги в одном кинотеатре. Но к этому вернемся позже. Отсутствие профессиональных кинематографистов, я не имею в виду, что мы все бездали, бесталанные и абсолютно не можем. Мы можем, но возможно, тот же самый Голливуд, он развивался целый век и шел к той формуле, которая сейчас у них есть, ровно почти 100 лет. А мы только начали. Поэтому я не буду здесь тоже акцентировать внимание. Отсутствие собственной казахстанской стилистики, это у Стульгена Байтукина наш самый, наверное, топовый спор, в который мы не можем до сих пор найти ответа. Он называет это киноязыком, казахским киноязыком. Я побоюсь его назвать киноязыком. Наверняка это все-таки стилистика. То есть суть заключается в том, что мы можем абсолютно с пятой минуты любого фильма определить, что фильм это немецкий, итальянский, японский, американский, российский или еще какой-то. А если будет смотреть иностранец наш фильм, он не поймет, что это казахский фильм. Он подумает, что это фильм какого-то кочевого народа, может быть таджиков, может быть узбеков, может быть афганцев. Но нет четко выраженной стилистики, по которой можно было бы сказать, что да, это кино казахское, казахстанское. И маленькая плотность населения. Но это уже чисто арифметическая причина, потому что 14 миллионов, насколько я помню, была выведена формула, что страна с населением менее 50 миллионов человек не сможет никогда покупать свои фильмы. Я наверняка, организаторы зря меня позвали со стороны режиссеров, потому что я в большей степени буду на стороне прокатчиков, потому что я понимаю их, и во мне больше говорит, наверное, продюсер и экономист, нежели режиссер, режиссура тоже наука для меня очень интересная, и профессия, я надеюсь, я владею через 20, через 30. Но с точки зрения продюсера и экономиста, то есть у меня есть какие-то свои экономические проекты, я могу их понять, потому что прокатчикам невыгодно брать в прокат фильм, который неконкурентно способен с тем же самым Гарри Булочком. Ну хорошо, возьмем самый топовый фильм, это «Сумерки сага, рассвет, часть первой», по-моему, он правильно называется так, который принес в Казахстанской прокате 270 миллионов тенге. Вот я, допустим, представим, что у меня маленький продуктовый магазин, в котором есть все, от хлеба до лодки, и я продаю белый хлеб, 40 людей уже на протяжении 15-20 лет, и клиенты, которые живут на моей территории, на моем районе, не покупать все время успешно этот хлеб. В какой-то момент приходит ко мне мерчендайзер и говорит, «Тима, я хочу продавать у тебя свой хлеб, который называется отца Кена», или там, ну, от кого-то, ну, как-то, неважно. «Я хочу, чтобы ты его продавал по 40 тенге тоже», и поставил рядом с тем хлебом, пускай этот российский белый хлеб, рядом с ним. Я говорю, «Окей, хорошо, я возьму тебе этот хлеб, но я предварительно попробую его на вкус, какой он». Я когда попробую его на вкус, он все-таки не такой как российский, он даже не американский. И я говорю, «Ну, хорошо, давайте поставим его рядом с российским». Но клиент не берет. То есть кинофильм – это все равно товар. И если мы говорим о продюсерском кино, то товар нужно продавать, а как экономическая теория говорит нам, что клиент купит товар только тогда, когда он будет качественный и дешевый. И поэтому мне кажется, что именно поэтому мы должны слиниться. Если немножко цифр – все абсолютно примерно, схематично. То есть я взял среднюю картину, которая без каких-то дополнительных компьютерных спецэффектов, CG и прочего. То есть производство средней картины – 500 тысяч долларов. Это цена здесь, в Казахстане. Под ключи я имею в виду, что это с печатью слемокопий, возможно, с ротацией, с продвижением и с прочим. Для того, чтобы купить нам эту картину, нужно собрать 1 миллион долларов только потому, что половину из миллиона долларов заберет прокатчик. Прокатчик – это не обязательно кинотеатр. Кинотеатр – это не обязательно прокатчик. Прокатчик может быть абсолютно отдельной структурой. То есть они между собой делят эти деньги. Но даже если мы соберем 1 миллион долларов, все равно это неуспешный проект. Это проект просто окупился. Чтобы он был успешным, он должен принести прибыль. Но я так посчитал, что 15% прибыли будет достаточно для продюсера, чтобы сказать, что проект был успешным. То есть в случае с миллионом долларов 15% составляет 75 тысяч долларов. Ой, да, 75 тысяч долларов. Я считаю, что от затраченных своих производителей, то есть от 500 тысяч, от полмиллиона, то есть собранная касса – это миллион. То есть получается 15% – это 75 тысяч долларов. То есть для достижения успеха и для того, чтобы назвать, что проект «Да» действительно успешный, нужно собрать 1 миллион 75 тысяч долларов в США или 158 миллионов тенгер. Я думаю, что казахин на меня не обидится, если я скажу, что самый кассовый фильм Казахстана – это был фильм Ахана Сатаева «Ликвидатор», который собрал порядка 180 миллионов. То есть как бы это потолок для казахстанского фильма, который больше его, насколько мне известно, не сыграл ни один фильм. И еще есть один немаловажный момент, последний. Чтобы кино было конкурентоспособным, продюсер должен вести риски, прежде всего. Риски не как уголовная ответственность, как предлагают некоторые люди, а, возможно, какая-то финансовая ответственность, возможно, административная ответственность, но в том плане, чтобы он понимал, что если его кино провалится, то он берет на себя все полностью ответственность. И для сравнения, 300 миллионов я, наверное, погорячился, как я уже сказал, САГА собрала 270 миллионов в казахстанском прокате. И, то есть, я так понимаю, 270 миллионов – это потолок, то есть выше этого потолка мы не можем прыгнуть. Это самые максимальные деньги, то есть это максимальное количество зрителей, которые существуют на данный момент в Казахстане. В Тенге. В Тенге. И по той же самой простой форме, я делю на два, то есть у меня максимальная стоимость продукта должна стоить 135 миллионов в Тенге или 912 тысяч долларов под ключ. И это кино должно быть по качеству такое же, как «Сумерки, сага, рассвет», часть первая. Оно должно быть настолько раскрученное, как «Сумерки, сага, рассвет», часть первая. И оно должно быть технически и по изображению выполнено точно так же. Тогда мы можем собрать именно 270 миллионов тенге. Если смотреть трезво, то средний казахстанский фильм, в принципе, я адекватно смотрю на вещи, может собрать в кассу 100 миллионов тенге. Но для этого себестоимость фильма должна составлять 50 миллионов тенге. То есть это 50 миллионов – это в него включены все операционные накладные расходы, включая печать копий, продвижение, и полностью все. То есть это 340 тысяч долларов. Теоретически, мне кажется, это реально. И мы вот, насколько вам известно, мы с Беллигеном работали на проекте «Супербаха», и мы убедились в том, что можно сделать проект за такие деньги, можно даже, может быть, дешевле, но это все пойдет в ущерб, конечно, качества. И получается, что на маленьких проектах, которые стоят, допустим, 100 тысяч долларов, и на большом проекте, который стоит, например, миллион долларов, можно собрать те же самые 100-200 тысяч долларов в прибыль. Понимаете, поэтому маленькие проекты, получается, продвижение. Соответственно, извеченный русский вопрос, да, что делать? Мне кажется, что по возможности, да, это очень сложный вопрос, удешевить себестоимость производства в какой-то степени. Но это будет сложно сделать, когда, допустим, договариваешься с оператором-постановщиком, и хороший оператор-постановщик не стоит меньше 10 тысяч долларов за аккорды, за весь период. Второе действие, которое, как мне кажется, повлияет, возможно, на наше будущее, это повысить количество и качество производимых картин. Как я уже сказал, в Узбекистане, когда я разговаривал со своими узбекистскими коллегами, производят 80 картин в год. Это почти 7 пример месяца, и в четвергах практически не хватает, потому что проводят премьеры. И они говорят, что около 60% их фильмов, я посмотрел фильмы, они, в принципе, не очень. То есть по качеству они как бы такие. Но они... Самые лучшие, наверное? Ну, возможно, да. То есть я как бы после этого поставил себе цель посмотреть фильмы. И я посмотрел узбекские фильмы, они технически где-то проигрывают в чем-то, но узбеки смотрят их. И вот узбекский режиссер, который приезжал, он мне сказал, что фильм, который снял какой-то узбекский режиссер, я не помню, он стоил 80 тысяч долларов, он собрал в одном кинотеатре 270 тысяч, то есть он собрал тройную прибыль. У них есть один кинотеатр в Ташкенте, который крутит только узбекские фильмы. Но я, к сожалению, в Ташкенте не был, то есть я 26 купил, зато и продал. Потом, найти решение по поводу казахстанской стилистики, стилистической окраски фильмов, это, мне кажется, очень сложный вопрос. И мне кажется, это вопрос ни одного года, ни одного десятилетия. Это придет со временем. То есть нужно постоянно повышать качество, и, может быть, когда-то мы найдем что-то, что будет как у японцев якудзо-самураи, как у американцев герои, как у китайцев театр, как у итальянцев говорливость и так далее. И, как говорил Тимирлан Тулигенов, если он здесь есть, когда мы с ним познакомились, только нам нужно научиться работать на маленьких бюджетах. И для этого буквально недавно произошел прецедент, который меня очень сильно порадовал. Вышел фильм «Тамагочи» веб-синема, на «Евижн» его премьера была, и на Ютубе, насколько я знаю. Но речь не о фильме, а речь о том, что сейчас появилось именно направление, как его назвали, веб-синема, оно заключается в том, что делать кино для интернета и делать его за маленькие деньги. То есть, как бы, со временем, то есть если будет очень много-много-много всяких разных продюсеров и режиссеров, которые между собой будут постепенно конкурировать и валиться, то, мне кажется, со временем это вырастет в качество и вырастет уже какое-то определенное будущее нашего карастанского кинематографа. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова